И вот дальше, дальше, дальше мы по порядку, по порядку всё это, значит, нарезаем. Я здесь это пронумеровал, до 11. Так, теперь обратно вернёмся. Наверное, вот так вот. Да. Угу. Так, метод нарезания тортика по кусочкам, так. Отдельно Алексея мы осмысляем, стараясь перевести их в соответствии с контекстом. Понятно, друзья мои, это не, опять же, есть такая тенденция, что, ну вот, есть же и такое значение, и такое значение, да-да-да. Мне сразу вспоминаются эти высказывания, что каждое в санскрите, каждое слово имеет миллион миллиардов значений, и ещё одно значение, которое называется Шива, да, и все их знают только о чаре. И вот, давай, ну я так сейчас немножечко, конечно, преувеличиваю. Это не, да, словарь для нас, как бы сказать, это не томос какой-нибудь, да, куда записаны там догматы веры, а это, ну, предложение от авторов, конечно, от наших великих авторов, Бёртлинга и Монье, которые очень много скатал Бёртлинга, но по-своему rearranged, то есть он немножечко переделал, кстати, в очень таком положительном смысле, да, он более удобен, нежели. Не так и мало, и я считаю, вот, я помню раньше, ну, покойный Верба, да, кстати, ученик, ну, один из моих, ну, второй по, может быть, по значению, учитель, но мой близкий друг был, и вот он умер три года назад, он, к сожалению, безвременно скончался, но он что говорил, он прямо, он прямо ему страшно не нравился, если кто-то говорит, ну, вот в Бёртлинге, не, не в Бёртлинге, а в Монье, он говорит, ни в коем случае не пользуйтесь Монье, когда есть прекраснейшие петербургские слова. Верба, он такой, ну, такой был холерик, и такой зажигался мгновенно, да, воспламенялся, о, ну, когда мы впервые с ним увидели, значит, вот, ну, кто вы, вот, там, здравствуйте, здравствуйте, значит, кто вы и откуда, в 95-м году осенью, да, когда я впервые пришёл в институт, да, и я говорю, ну, так вот и так, вот из Санкт-Петербурга, о, из Санкт-Петербурга, это же родина Большого Петербургского слова, вы просто обязаны заниматься санскритом, а, ну, вы ещё, значит, и балтоговорящий, то есть вы просто обязаны заниматься санскритом, да, в отличие от этого, доцент Мескита, к сожалению, тоже покойный, такой, в принципе, он был таким очень приятным дяденькой, но его реакция была совершенно другая, а, значит, ага, вы хотите заниматься санскритом, а чем вы ещё занимаетесь? Ну, вот, на теологическом факультете ещё курс есть на теологии. А где-то его, где, моё можно, это в архивах где-то, или... Много, ну, вроде бы я какой-то... Не 90% как было. Единственное, конечно, у них, у обоих, ну, вот есть, так сказать, ну, помимо там всех прочих проблем, о которых ты в своём, там, венском докладе, наверное, в Индии тоже упоминал или рассказывал более подробно, там, где вот у Монье это эль лексикографа, да, и, а у Бертлинга это Штянхенпассажин, это такие, значит, вот переводы, помеченные... Да, так вот, я чем дальше, ну, я как-то в последние несколько лет обращаю на это внимание, очень многие слова, которые помечены вот у Бертлинга звёздочками, а у Монье литерэль, то есть лексикографа, я нашёл это во вполне реальных текстах, либо в комментариях, либо даже вот во вполне себе, вот, ну, литературных текстах или философских трактатов, то есть они, то есть я их нашёл вне комментариев, вне традиционных санскритских словарей. То есть, конечно, эти, если бы так можно было как-то виртуально эту литеру эль вытереть, стереть и вместо неё там поставить, ну, в таком-то... Да, ну, это будет уже как бы... Это огромная работа, да. Да, ну, это маленькое-маленькое, значит, такое маленькое примечание к тому, к лексимам, да, о том, что понятное дело, что в франскрите действительно есть слова, есть некоторые слова, которых я лично, это, конечно, никому не рассказывать, потому что это очень антинаучно, я их просто не люблю. Например, слово «ништха». Почему? Потому что её в каждом новом контексте его надо переводить по-другому. Вот. То есть, вот нет... То есть, если вы заглянете, опять же, в Монье, к примеру, вы посмотрите, сколько разных переводов. То есть, иногда эти переводы...